Вы знаете, дорогие друзья, мы живем в материальном мире. И это ни для кого не новость. То есть мы не можем ходиться без одежды, не можем не зарабатывать средства. И в жизни миллион разных больших, маленьких предметов, которые тоже как-то участвуют в нашей жизни. Вопрос, наверное, в другом. Как часто мы задумываемся о сущности этих вещей? Книга «Экклезиаст», третья глава, первый текст. С этих стихов Экклезиаст начинает очень большое размышление, которое идет практически всю книгу Экклезиаста. Он задается вопросом и пытается расставить места, найти место для каждой вещи. Причем начинает с чего-то глобального, заканчивая порой чем-то очень небольшим и маленьким. Начиная от трудов, заканчивая философией идеи смерти, жизни. Если вы прочитаете всю книгу, то сегодня, я скажу честно, мы не будем делать акцент только на одном тексте. С него лишь Экклезиаст отталкивается, чтобы уйти в такое большое плавание, чтобы расставить все по своим местам. Итак, Экклезиаста, третья глава, первый текст. Экклезиаст, chapter 3, verse 1. Всему свое время и время всякой вещи под небом. И сегодня я нарушу каноны проповеди, я вам расскажу четыре истории. Они абсолютно разные по величине и разные по смыслу. И в конце мы пытаемся связать их в одну. Я учился в шестом классе, и это были времена дефицита. Многие сидящие в зале помнят, что чтобы купить какую-то хорошую вещь, надо было стоять либо в огромной очереди. Либо у вас должны были быть какие-то знакомые в торговле. Так вот, это была зима, в 10 часов вечера я пришел в магазин, и я был 634 по списку. Тогда продавали зимние спаги, итальянские дутики, если кто-то из вас помнит. Это был такой же модернизированный вариант, они лучше грели и меньше рвались. На следующий день мне надо было в школу, потому что было воскресенье, а в понедельник раз открывался магазин. В 4 часа я пошел еще раз отметиться, и все равно был в 634, но магазин, естественно, не открыли еще. В итоге к кассе я попал часов в 12 дня, и продавец сказал мне, что моего размера нет. Ну, знаете, сзади послышался голос, прежде чем продавщица сказала, есть 46 размер, этот голос сразу сказал, бери. А потом прозвучал переломный аргумент, нога вырастет. Я купил сапоги и принес домой, очень мама обрадовалась. Как у всех россиян, у кого-то на тресолях, кого-то на балконе хранились лыжи, мама сказала, что одни уже у нас есть. Ну, я как бы привел тот же аргумент, что нога же будет расти. Хотя, да, исторически у нас никого в роду с таким размером ноги не было. Вы знаете, одела их первый раз, правда, той же зимой, но всего одевала их раз в 6 или 5 в жизни. Наступили лютые морозы в Москве, делились они 2 дня. Школа не работала, потому что на улице было 38 градусов, рекордная температура. И мой друг позвонил мне и говорит, Дим, мы должны обязательно выйти на улицу и пойти в кино в такую погоду. В этом было нечто героическое, потому что одев 6 носок, и сапог все равно так довольно свободно себя чувствовал. В общем, когда мы встретились с другом на троллейбусной остановке, мы были похожи на двух военнопленных. Которые в 42-м под Москвой застряли. И мы удивили еще двух человек. Мы удивили водителя троллейбуса, женщину, которая вообще думала, что это мираж. На остановке не должно вообще никого быть. И женщина, которая продавала билеты в кассах кинотеатра, тоже очень удивилась. И она нетипичный вопрос задала, она говорит, вам чего, ребята? Друг Пуштил сказал, мороженого. И я его поправил, сказал, что вообще-то мы в кино пришли. И не важно, на какой фильм, просто мы дошли, понимаете, до кинотеатра. Я недавно пытался найти их на антресолях, но, видимо, все-таки кто-то из членов моей семьи не выдержал, их выкинул. И нога так и не выросла. Другая история. Один знаменитый писатель, Филипп Янси, человек, который пишет христианские книги. Вырос в христианской среде, но, как часто это бывает, она не произвела на него должного какого-то впечатления. И даже, учась в духовной семинарии первые годы, он просто, как сказать, он жил двуличной жизнью. Однажды, приехав домой, он вместе с мамой сел рассматривать семейный фотоальбом. И в этом альбоме была мятая такая маленькая фотография. Она, конечно, идет ни в кое сравнение с теми работами, которые сегодня вы видите перед собой. Но она была одна на большом листе альбома. И он спросил маму, мам, почему, ну, что это за фотография, кто на ней? Мама сказала, что это ты в детстве, тебе от роду порядка месяца. И она измята так потому, что твой отец, когда только ты родился, заболел полиэмилитом. И в то время к таким людям относились, как к прокаженным. И перед тем, как умереть, он 9 месяцев пролежал в барокамере. И его связь с миром была такая маленькая окошко, пластмассовая, куда мама пыталась просунуть эту фотографию. И 9 месяцев, вот оставшиеся в его жизни, он смотрел на фото своего сына. И здесь я тоже оборву историю, перейду к третьей. На прошлой неделе, когда, наверное, каждый из вас смотрел репортажи, многие услышали призыв, что надо сдавать кровь. Правда, буквально на следующий день уже говорили, что крови достаточно, и, в принципе, нет большой необходимости. Ну, у меня было желание, я поехал на пункт крови, к которому мы частенько ездили с молодежью в прошлые года. И, вы знаете, там разные группы людей. На самом деле, очень много людей приходится давать кровь сейчас. Yeah, but I still had a desire, and, you know, back when doing the youth ministry, we, with the youth of the church, used to go quite often to give our blood. And I saw different groups of people there. Группы студентов, школьников, пришла целая группа людей, которые только с рейса, наверное, вот, закончили работать. Одна из авиакомпаний. And there were groups of students, and even the school children, and there was a crew from an airline company. And, чтобы сдать кровь, надо пройти сначала обследование у врачей, померить давление, сдать кровь с пальца. And before you can really give your blood for reuse, you have to go through some medical check. They check your blood pressure. They take a little sample of your blood from your finger. Ну, для школьников это было такое, знаете, веселое приключение. Больше, наверное, перебороть свой страх. Все-таки люди в белых халатах, иголки, для многих просто это страшно. For school children, it was some sort of challenge, you know, to overcome your fear, needles, people, and, you know, doctors. Кто-то шел осознанно, понимая, что он делает и для кого. And somebody went there, you know, with a clear realization, what they're doing, a clear understanding what they're doing and what for. В зале рядом со мной сидел мужчина, который очень сильно от всех отличался. Молодежь на брелках иногда носит, особенно вот девушки таких, знаете, ну, плюшевые игрушки какие-то, вот говорят, что она больше, чем ключи, чтобы ключи легко было искать потом, если потеряются. You know, the young people, especially girls, they wear those little trinkets on the key ring, like a small teddy bear or something, so that it's easier to find the keys. Вот у него в руках был такой потертый плюшевый заяц. Такой не очень большой и не очень маленький, но видно, что вот он, видимо, давно висел на таком брелке. So he had one like that with a hair and, yeah, it was quite worn out, so it has been used for a while. Я тоже сейчас не скажу вам концовку этой истории, перейду к четвертой, последней. Yeah, and I want to tell you the end of the story, I'll switch to the fourth one, the last one. 1830 год, это польское восстание в городе Радонск. In 1830 there was a rebellion in a Polish city, Radonsk. Польский мононазан только потому, что происходило рядом с Польшей. Well, it's called Polish, because it was close to the Poland. На самом деле в те времена как бы собиралась, ну, довольно такая большая шайка бандитов, которая называлась целой армией, и она начинала бороться за новый строй в стране. In the reality there was just like a big gang of, you know, thugs that collected and they tried to overcome the government and gain power. И вот ими управлял так называемый бывший поручик уландского полка Тадеуш Хлопицкий. Тадеуш Хлопицкий. Тадеуш Хлопицкий, he was a former commander of a Lancer division. Входя в какие-то города, они сразу начинали собирать провиант и как бы издавали указ, то есть старались все делать солидно. То есть новая власть, издается приказ по изъятию продовольствия у населения, и, соответственно, солдаты ходят по домам и это собирают согласно указу. И в этом городе жил очень знаменитый шляпник, его звали Гетцл. Вообще, надо отметить, что этот город настигали такие правоверные евреи. И в городе была синагогия и очень интересные рэби. Это местный священник. И вот этот Гетцл, он занимался шляпами, просьбой молодежи не путать его с Детцлом. Это разные люди. Он, интересно, делал замеры для будущих шляп. Он сажал человека на табуретку, трогал голову, а потом шел шить шляпу. У него были удивительные руки, потому что все, кто делал у него шляпы, говорили, что они прекрасно носятся, они очень легкие, очень теплые, не теряют формы. То есть, ну, просто вот у человека были уникальные руки. Постепенно дела у него шли в гору, он обучил своему искусству двух своих сыновей, старшего и младшего, и открыл еще две небольшие мастерские. И всегда его мучила мысль, что он мало уделяет времени духовным размышлениям, мало находится в церкви, мало читает Священное Писание. И вот когда дела у сыновей пошли хорошо, он стал больше времени проводить церкви. Утром он проверял сшитые ими шапки, а потом шел в синагогу. Именно оттуда вытащили его солдаты Хлопицкого. И зачитали указ, что надо две коровы, пять мешков зерна, две бочки вина и так далее. На что он возразил и удивился, потому что он не был крестьянин, он говорит, у меня есть деньги, есть там фетр для шляп, пожалуйста, материя, я могу поделиться, но вот я нет того, что вы просите. Но к нему пришли не случайно, потому что Таддеуш решил сделать показательную казнь. Он думал, что если кого-то из богатых знатных людей накажут, а именно повесят, тогда остальные амбары сами откроются. Его бросили в камеру и зачитали приговор, что за неподчинение приказу завтра в 10 часов у вас казнь через повешение. И в это время его сыновья, как бы в ужасе всей семьи, они начинают как-то действовать, идут к Рэбби в синагогу. Он говорит им, идите к Хлопицкому просить за отца. Тот даже не собирается ничего слушать, выгоняет их, как говорят народе, в шею, они идут домой. В это время в камере появляется очень интересный человек. Охранник открывает дверь, в камеру входит хорошо одетый мужчина, за ним вносят столик, на столик ставят чай, две чашки. И человек начинает заводить очень странный разговор издалека, а этот параверный еврей смотрит на его руки и задается вопросом, почему такой вот как бы человек небольшого роста с такими огромными ладонями. А тот так улыбаясь говорит, вот фамилия Медведев, Медведем кличут в народе. Предлагает ему чаю, на что Гетцел сам, не верясь ему вопросу, говорит, а вы что, тоже узник? И понимает, что он вопрос наивный. Тот смеется и говорит, да ну что вы увольте, я ваш палач завтрашний, я вас буду вешать. И вот он начинает его морально ломать, он ему начинает рассказывать об ужасах предсмертных агоний, что он может сделать, как он может распустить веревку, и человек будет 20 минут мучиться, потом веревка оборвется и повешение будет повторено вновь. Потом оно начинает рассказывать, как подпиливаются полные шафоти. И человек падает с этой веревки, еще дополнительно ломая руки и ноги, что причиняет дополнительные страдания. И вот в течение нескольких часов он просто рассказывает ему ужас и смерть, и то, что он может сделать. И все это только ради того, чтобы он заплатил ему какую-то определенную сумму, чтобы веревка не оборвалась. Конечно, Гетцелу страшно, он не понимает, почему сейчас все это происходит. Он пытается анализировать свою жизнь, свою семью, понимает, что жили они честно, никого не обидели. Он закрывает глаза и начинает про себя молиться, а медведь это расценивает, как просто игнорирование разговора и, обидевшись, уходит из камеры. В это время сыновьям не сидится дома, они снова идут в синагогу, снова идут к Рэбе. И они говорят, что нам делать? Он говорит, вернитесь к Хлопицкому, он вас примет. И они спрашивают, что мы делаем? И он говорит, что вы вернитесь к Хлопицке снова, он вас будет принимать. В это время к нему приходит денщик, открывает журнал, где записаны их расходы, говорит, «Знаете, денег у нас всем не осталось в нашей армии». Может быть, все-таки возьмем деньгами, а сделаем помилование для того, кто сидит в камере. В итоге он соглашается и говорит, ну хорошо. В дверь уже стучат. На пороге опять сыновья, старший и младший. Он еще долго не поднимает ни их глаза, делая вид, что он изучает бумаги. Потом говорит, ну что вы пришли второй раз? И сыновья говорят, ну может быть, все-таки выкуп. Тогда он закрывает журнал слабком и говорит, хорошо, 30 тысяч золотых. Это нереальная, неподъемная сумма, это колоссальные деньги. И последняя фраза этого отставного поручика, он говорит, если завтра в 8 утра деньги не будут у меня на столе, то в 10 часов состоится повешение вашего отца. Сыновья стоят на крыльце, и младший говорит, если мы даже все продадим, мы к утру такую сумму не соберем. На что старший говорит, вот именно, если все, вообще под ноль, все имущество наших семей продадим, тогда соберем. Утром в 8 часов они стучатся в дверь отставного поручика, и на стол кладут большой чемодан с деньгами. Ровно 30 тысяч золотых. Открываются двери камеры, и первым делом, куда они идут, конечно же, в синагогу, отец и двое сыновей. И когда Рэбби их видит, он говорит, сколько с вас взяли? Ему, говорит, 30 тысяч. И он говорит, они к вам вернутся. А потом меняется в лице, говорит, что вы ко мне пришли, домой идите, сюда приходить не надо. Как-то так, знаете, неприветливо, и они все равно благодарны, они уходят, хотя не понимают реакцию. Вы никогда не задумывались то, что в нашей жизни есть очень много вещей, я именно подчеркиваю, вещей, ради которых мы тратим большое количество времени, сил, средств, но они порой нам потом нужны, как мне сапоги 46-го размера. Есть священные описания и вещи, которые, на первый взгляд, кажутся тоже вначале абсолютно бесполезными, но на них, правда, не потрачено такое количество времени. Эти вещи являются поворотными моментами в жизни определенных людей. Потому что Бог, наверное, не сходя на наш уровень, пытается через них говорить с человеком. Исход, 4 глава, 2 текст. Вы помните, у Моисея в руках был посох? Исход, 4 глава, 2 текст. Мы не будем зачитывать главу просто о событиях. Вы помните то, что Бог уговаривает идти? Моисея говорит, ну кто я, куда я пойду? И вот в какой-то момент, вот эта простая вещь в руках Моисея, благодаря Божьему вмешательству, превращается в жезл, в жезл, который будет вести израильский народ. Жезл, который потом зацветет. Жезл, от прикосновения которого вода будет менять свой состав, и из горы будет литься чистая вода, которая будет пить народ. В 3 главе книги Царств, 17 глава, 6 текст, мы читаем то, что пророк Илью кормят вороны, принося утром и вечером еду. Когда они задумались о значении ворон в вашем городе, их больше, чем население. И вроде как особые ценности они тоже не представляют. Вы помните историю с богатым юношем, Марка, 10 глава, 20 текст. Ученики ждут, когда пройдя определенный путь, они получат награду, ради чего те лишения и хождения со Христом, чтобы восстановилось царство и все вернулось на прежние места и даже лучше, потому что они рядом со Христом, то есть они в правлении. И Христос не скажет юноше, что богатство это плохо. Нет, просто он проверит его, поставит перед выбором. Пройдет время, и Петр, тогда возмутившийся, скажет, Господи, а разве не ради этого мы все сейчас переносим, а ты человек, который уже с наградой отправляешь домой. Пройдет время, в Евангелии от Матфея, 17 главе, 27 тексте, евангелист запишет историю о рыбе. Он сломает логическую цепочку, и когда к Петру придут просить храмовый налог, он скажет, Господи, платить ли нам? И Петр, вне всякой логики, пойдет, поймает рыбу, но не продаст ее, чтобы заработать денег. По повелению Христа, он просто достанет изо рта статир и заплатит за двоих храмовую пошлину. Иногда в жизни мы покупаем какие-то ненужные, приобретаем, зарабатываем, как угодно можно называть вещи, которые не нужны абсолютно, которые не несут ничего за собой. Может быть, через это порой Бог учит нас не касаться чего-то ненужного. Есть вещи, которые являются поворотными моментами. Вот эта фотография, которую смотрел в альбоме Филипп Янси... Стало поворотным моментом, потому что он описывает приблизительно вот такое ощущение свое. Он говорит, что смотря на эту фотографию, я вдруг понял, что человек, которого я не знал, но который был моим отцом, все девять месяцев перед своей смертью молился за меня, и очень сильно меня любил. И эта маленькая фотография стала для него ниточкой в понимании, насколько сильно любит его Отец Небесный. И тоже молится за него и ждет встречи. И также проживает за него и ждет, чтобы встретить его. Вот этот заяц в руках у мужчины на пункте переливания крови, это заяц с игрушкой его дочери. Она не выжила в теракте, и у него на следующий день похороны. И единственное его желание в этот день сделать кому-то что-то доброе. История с избавлением вот этой семьи, которую я вам рассказывал, история Шапника Гетцела, заканчивается очень интересно, потому что ученик, который стоит рядом с ним и всю эту историю наблюдает, задает ему вопрос, почему так нерадушно ты отправил их домой? И тогда он объясняет ему значение. Он сразу добреет на глазах и говорит, «Хорошо, что задал такой вопрос. Сейчас я тебе объясню». Иногда людям кажется, что то, чем они обладают, то и управляет их жизнью или приносит кому-то радость или благословение. И однажды Бог спросил у Моисея, когда народ перестал подчиняться, когда отлил золотого тельца, Бог предложил ему уничтожить народ, а от него произвести новый. И в понимании, как бы изучающих эту тему, эту главу, мы всегда говорим, что это было испытание для Моисея. И на самых точных весах на небесах, говорит Рэбби, возможно, Бог смотрит, появится ли в сердце праведника нотка гордости, самолюбия или желание стать первым. И мы все помним, что Моисей говорит, «Нет, лучше меня сотри из книги жизни, но народ оставь жить». И он говорит ученику, что «Я же понимаю, что то, что я предрекаю, это не мое, это исходит от Бога». И очень важно, чтобы это умение предрекать события, оно не стало для меня чем-то своим, чтобы я не начал выдавать это за свои способности или знания. И это очень важно для меня, что моя способность, чтобы предрекать события, и он заканчивает такой цитатой, «То, что для одного человека является избавлением, служит другому проверкой». И он говорит, «Кто знает, кому обязан спасением Гетцел? Он думает молитве моей, а я думаю самоотверженности его сыновей. Разве продать за одну ночь все имущество, собрать за несколько часов огромные деньги, оставив нищими свои семьи ради спасения отца? Ценится на небесах меньше моих слов?» Я помог Гетцелу и его семье выстоять в их испытаниях. Они пришли сюда, чтобы помочь мне выстоять в моем. В Священном Писании достаточно предметов, через которые Бог, наверное, пытается коснуться человеческого сердца. Предметы или вещи, которые в наших руках могут стать для кого-то благословением. Предметы или вещи, которые заставят нас задуматься о чем-то, и, возможно, это сыграет какую-то ключевую роль в нашей жизни. Порой те же самые вещи, неправильно используемые, могут превратиться в проклятия для нас же самих. И в этих историях можно искать очень много других значений. Я вначале сказал, что мы на этом только не остановимся. Может быть, вы усмотрите еще какой-то другой смысл. Но мне кажется, что в нашей жизни в перечне вещей порой вот эта книга тоже может стать простой вещью или украшением интерьера на книжной полке. А может ожить и дать возможность увидеть жизнь с другой стороны. Итак, пророк Экклезиас, 3 глава, 1 текст. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. И сегодня вечером будет тоже еще одно событие, которое вот вокруг вас несет в себе ничто иное, как умение из вещей сделать благословение для кого-то. Можно стать благословением в руках Божьих, можно остаться обычным слушателем. Вопрос лишь в том, как мы отнесемся к таким вещам. Я приглашаю вас к молитве. Господи, мы живем в материальном мире. И нас окружают вещи и предметы, порой мы сами себя ими окружаем. Господи, Ты все это используешь, чтобы коснуться человеческого сердца. И, Господи, Ты используешь все это, чтобы это давало возможность нам задуматься о смысле жизни. Дай, Господи, через этот мир видеть руку Твою, которая касается нашего сердца. И сделай нас, Господи, благословением в Твоих руках. Для тех, кто рядом с нами, для нас самих. Во имя Иисуса Христа молим и просим. Аминь. Аминь.